Еще раз рассказываю всем, кто заглянул в наш приют ангелов, что концепция канала заключается в создании для подписчиков, я считаю, жителями нашего приюта, создание для жителей приюта условий по воспоминанию о том, что они родились добрыми и святыми детьми и имели в себе ангельское предназначение. И пока вы были детьми, вас так и звали, ой, какой ангелочек, ой, какой ангел. И вы достаточно долго, некоторые, а некоторые и на всю жизнь, пронесли вот этот свой ангельский облик. Но ангелу трудно жить на земле, это только кажется, что вот добро. Ой, как хорошо быть добреньким. Вы можете всегда услышать такой упрек себе. Ну, добреньким быть хорошо. Слушайте, все святые отцы, и Христос в Евангелии говорит, что это, наоборот, самое трудное дело на земле. За это дело Царствие Небесное дают. Не за зло, не за войну, не за что-то, а именно за крутость, за мирность, за миролюбие, за миротворчество. Блаженны миротворцы, а не воинотворчество. Дается Царствие Небесное. И поэтому я-то понимаю, что ангелы устают быть добрыми. Что там, втянувшись в какую-то войну, там, втянувшись в какую-то расприю, там, получив по левой щеке, вот, они где-то дошли найти место, приют, где намаленько можно остановиться и маленечко вернуться, вернуться в детство, вернуться к добру, вернуться к простой жизни. Потому что там, где просто, там ангелов доста, доста. И проста эта жизнь у нас у всех, у простых людей. Я такой же простой человек, как и вы, живу просто. И поэтому считаю, что ангелов здесь не просто доста, а ангелов у нас в приюте 160 тысяч. Это огромное войско добра, на мой взгляд. Поэтому те, кто еще не подписчик, и кто пришел на канал, посмотреть, что мы тут делаем, я вам предлагаю не просто смотреть, а делать. А делать добро очень просто. Нужно, первое, не делать зла, вот, и второе, делать добро. И все, все, добрый человек становится добрым, когда он начинает делать это добро. Правда, вот, святитель Тихон Задонский говорит, что когда добро оценивается целью, мне очень понравилось его высказание, я его второй раз привожу, и получается, что добрый-то человек становится добрым тогда, когда он цель добрую имеет. А цель добрая никак не связана с его личностью. Она связана только с добром для ближнего и для Господа. Если конечной целью имеется у вас хоть какая-то награда и какое-то для вас успокоение и счастье, то есть вы говорите, я сделаю добро всем окружающим и буду жить спокойно. Все, это не та цель, которую должен преследовать настоящий добрый человек. Цель — это слава Божья. Вот когда скажут, «Ох, какой добрый человек! Слава тебе, Господи, что такие люди, как ангелы, на земле живут», вот тогда вы достигли своей цели. Но интересно, что у христиан-то в этом случае есть некое такое правило. Я не знаю, у меня левая рука не знает, что делает правая. И если правая творит добро, то левая, не зная, что она творит добро, тоже делает добро, и не имеет цели ради себя. И вот это хотелось бы все вам в приюте ангелов потихонечку и раскрыть. Я еще раз повторяю, что я батюшка народный теперь. Народный батюшка. И те, кто приходит с упреком в мою сторону, что «Ваш патриарх, да ваши епископы, ваши, значит, там эти…» Нет, я себя считаю православным. Я считаю, что русское православие для нас, русских, это единственная спасительная религия. Но церковь для меня – это народ. Как, в общем, и для любой церкви, только народ. И есть церковь, те, кто пришел в эту церковь. Патриарх для меня – это народ. Это народ. И поэтому, да, я единственный сейчас в России народный батюшка, у которого народная церковь, то есть тот народ, который в нее ходит, и народный патриарх. Что народ скажет, то и будем делать. Но я стараюсь, конечно, себя вести именно так, как и должен вести православный священник, то есть честно перед вами. Откровенно, искренне. Ну, в общем, как положено. Уж не знаю, насколько у меня это получается. И не зная, насколько это у меня получается, я вместе с вами учусь. Для меня этот приют – такой же приют. И все те ангелы, которые приходят, рассказывают свои удивительные, чудесные истории, я вижу, что многие из них намного чище и откровеннее меня. И я этому рад. Ну, в общем, вот такой еще раз мой разговор о том, что же представляет из себя наш приют ангелов. Надеюсь, что он проживет долго. И вы отдохнув здесь, в приюте, на середине своего пути, выйдя из него или выходя из него, начнете творить свои ангельские дела. Вы вспомните свое детское настоящее состояние доброго и радостного ребенка. Вы вспомните свое предназначение человеческое и ангельское предназначение. И это принесет вам радость. Радость. Потому что, как ни странно, когда мы ради Христа что-то отдаем, мы от Него и получаем. Получаем радость. Так что здоровья вам всем, радости. Приходите в приют ангелов. Аминь. Продолжение следует...